Приветствую всех подписчиков и гостей канала! Отчетный тур стартовал с минимальной домашней победы столичного Динамо над крыльями Советов благодаря голу Биттелла в заключительной части встречи. Ростов одержал сверхволевую победу над Оренбургом. В первом тайме гости дважды поразили ворота соперника, но вскоре после перерыва, вышедший на замену Николай Комличенко, всего за две минуты сравнял счет. А уже в компенсированное время Роналдо принес команде Валерия Карпина победу с классическим счетом. Зенит пропустил первый гол и потерял первые очки, обменявшись на выезде забитыми мячами с хинками. На старте второго тайма Эдгарда Фарина вывел под москвичей вперед, но на исходе основного времени Андрей Востовой сравнял счет, спася Пиццев от первого поражения. В столичном дерби Локомотив одержал минимальную викторию на ЦСКА благодаря голу Тикнезяна на последней минуте основного времени матча. Спартак дома разгромил воронежский факел. Уже к девятой минуте Гальда и Бабич сделали комфортный задел для хозяев, а на исходе часа игры Экзиль Барка ударом с точки довел счет до крупного. Краснодар в родных стенах одержал волевую победу над Пари. Гости открыли счет незадолго до перерыва, но на финише второго тайма вышедший на замену Мозес Кобнан менее чем за 5 минут оформил дубль, перевернув игру и принеся быкам 3 очка. С тем же счетом Рубин одержал волевую победу в Тольятти. Уже в дебюте встречи хозяева открыли счет, но на старте второго тайма поразили собственное ворота, восстановив паритет. А на самом флажке матча Мерлин Даку принес казанцам победу, забив четвертый гол в пяти турах, не сумев поразить лишь ворота Зенита. В последнем матче тура Махачкалинска Динамо в кавказском дерби минимально одолела Ахмад, благодаря голу на финише встречи Хасай Джада, отметившегося забитым мячом в первом же матче. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok